Давай коснёмся темы английского языка, потому что он прямо необходим. К моменту начала учёбы уже должен быть такой крепенький B2, наверное. У тебя какой был уровень английского, когда мы только начинали всю затею? Когда мы начинали затею, вот с момента консультации первичной у меня, наверное, уровень был, ну не знаю, A2, может, это максимум. И по какому пути ты пошёл? Ну, первое время я старался самостоятельно учиться, и потом, благодаря вам, вашей команде, поступил в канадскую школу английского, Айлок, продолжил уже там. И ты онлайн учился? Да, я учился полностью онлайн, по три часа в день, каждый день, как на работу. Герой. Было сложно. Было сложно, но ты почувствовал результат, как ты перепрыгивал между уровнями? Да, конечно, большая разница. Самостоятельно такую же интенсивность, я думаю, невозможно самому себе создать такие условия, чтобы так же быстро прогрессировать. Благодаря тому, что ты учился на курсах английского, я подозреваю, что ты какой-то официальный языковой тест, типа Айлса, там, Дуолинга, не сдавал для того, чтобы начать учёбу уже в канадском колледже? Нет, не сдавал. Вот это как раз большое преимущество, что многие, как я понимаю, вузы Канады принимают тест от вот этой школы Айлок, Pathway, и это большое преимущество, потому что этот тест сдать на порядок легче, чем официальный TOEFL или IELTS, потому что есть некие послабления относительно условий теста, скажем так. Насколько тебе хватает твоего уровня английского, насколько ты себя уверенно чувствуешь по всей дневной беседе, на лекциях? Для учёбы хватает моего уровня английского в плане reading, listening. Я, в принципе, хороший, страдает speaking, но я думаю, у всех выходцев с советского пространства он страдает. Мне тоже страдает. Потому что в школе учили делать всё, что угодно, но не говорить, поэтому speaking ещё надо подтягивать, но в остальных аспектах, в принципе, главное понимать. На лекциях лучше не то, что говорить, может, не приходится так часто, а вот главное понимать всё, что говорит преподаватель. И так как преподаватели из разных стран, у всех свой акцент, это тоже... Это, наоборот, должно у тебя, мне кажется, продвинуть понимание на слух. Да, да, это прокачивает, но надо быть готовым, что, возможно, ты кого-то будешь хорошо понимать, кого-то хуже, надо подстраиваться будет. Ты доволен или нет? Да, всё отлично. Всё отлично, я за полгода учился в языковой школе и за полгода продвинулся очень сильно, то есть где-то с А2 до B2 официально я имею сертификат соответствующий. Сколько у тебя было студентов в среднем в твоих онлайн-занятиях, когда ты учился? В онлайн-занятиях было, я так понимаю, около 20-25, может, студентов записываться. Но ты же не просто на курсе английского онлайн учился, ты именно учился на курсе PASWEI, это подготовка к учёбе именно в канадском вузе. Да. То есть все люди, которые у тебя, по идее, были в группе, они все были мотивированы дальше учиться в канадском вузе. Да, я так понимаю, на PASWEI поступают только те, кто дальше планирует поступать в вуз Канады. Но так как я начинал с низкого уровня английского, первые три месяца я учился на General. А, просто ты всё-таки начал General, то есть это общий английский у тебя был. Да, быстро прошёл General и начал изучать PASWEI.